Зузу-зу Забизу-забизу Кто такой Забизу? Уши, хвостик и веселье Вот такая Забизу! Всем во всем помогатель Как-то раз, собираясь на работу, папа сказал Забизу! На небе появилась новая комета Зови друзей! Сегодня вечером будем рассматривать ее в телескоп Ух ты! Новая комета! Привет, Забизу! Когда комету будем смотреть? Вечером! Как папа вернется? Смотрите! Смотрите, что я нашел! Ух ты! Какая штыковина! Ох, это наверняка инопланетяне потеряли А я нашел! Красивая штучка! Инопланетянская! Надо понять, что это И поставить на службу землянам Это, наверное, для вьющихся растений Не-е-е! Тут три ноги! Наверное, это быстрые ходули! Я понял! Это же инопланетянская антенна! Она для передачи мыслей на расстоянии Вот о чем ты сейчас думаешь? Я? Я думаю о яблоке Только ты его все равно не достанешь А вот так! Ха! Бинго-фламинго! Это яблокозбиватель! А еще Этой штыковиной Рисовать можно! Вот! Точно! Это же на земле рисователь! Лиза, а можешь комету нарисовать? Комету пока не умею Я ее еще не видела Хм, ждете комету? Я хочу посадить пять розовых кустов На одинаковом расстоянии Можете разметить лунки? На одинаковом расстоянии Легко! Раз, два, три, четыре, пять Готово! Ммм, какое интересное у вас Расстояние-измерятель! Я поняла! Боря, ты нашел Величайшее изобретение в галактике! Всем во всем помогатель! День тянулся долго Кораблика доставать! И друзья до самого вечера придумывали Отожде спасатель! Как еще можно использовать их удивительную находку? Мячик-окидатель! Мячик-окидатель! Ура! Сейчас пойдем кометы смотреть! Телескоп! Тут такое дело, земляне! Я установил штатив на пригорке за оградой А теперь его там нет А без штатива телескоп не поставить Похоже, комета сегодня отменяется Как отменяется? Почему отменяется? Стойте! У нас же есть... Всем во всем помогатель! Ха! Так это же мой штатив! Упс! Наконец, совсем стемнело И на звездном небе Появилась комета Какая она красивая! Хорошо, что штатив нашелся! Да, красивая! Но жалко, что всем во всем помогателей не стало Ничего! Новый найдем! Ведь у нас здесь всё, что хочешь, придумыватели! Сегодня в гости к маме пришла её подруга, тётя Дилли. Завезу, как ты выросла! Ой, малыш, какой хорошенький! Представляешь, милочка, я сегодня была в детском магазине. Нет ни одной приличной кроватки. Ни одной. Так забери колыбельку за безу. Она нам уже не нужна. Заберёшь? Ты у нас такой миленький. Спасибо, милочка, конечно заберу! А можно? Можно, пока вы за кроваткой на чердак пойдёте, я за малышом присмотрю. Можно? Ну, пожалуйста! Главное, чтобы раньше времени не проснулся. А я тебе говорила... Оти-пути-пути, кто у нас такой миленький? Кто у нас такой... Василиса! Как сделать, чтобы малыш заснул? Недавно папа подарил Забезу умную колонку, которая всегда готова дать умный совет. Чтобы малыш заснул, надо рассказать ему сказку. Точно! Дети любят сказки! В тёмном-тёмном лесу стоял красивый, прекрасный пряничный домик. Его построила страшная-пристрашная ведьма, которая очень любила есть детей. Всё-всё, не бойся. Больше не буду. Василиса, сказка не помогла! Что делать? Если сказка не помогла, искупайте малыша в тёплой ванне. Что? И купание не помогло? Ну, не знаю. Попробуйте, что ли, колыбельную спеть. Баю-баюшки-баю, Не ложись на краю. Ой, мамочки! Василиса, что делать, если яйцо треснуло? Если яйцо треснуло, сделайте себе омлет. 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 А, сами справимся. Сейчас мы тебе залепим. Никто её не заметит. Так, так. Аккуратнее. Баю-баюшки-баю, Не ложись на краю. Ох, какая тяжёлая Эта кроватка. Придёт серенький волчок, И лукойся-запачок. Зайка, у тебя всё в порядке? Пссссссссссссссссссссссс. Всё в порядке у меня, Ука, чала я яйцо. Вот спасибо, хорошо. Ну-ка дай его сюда. Мама! Что? Мы коляски перепутали! А вечером за ужином Забизу рассказывала папе о яйце с сюрпризом Ага, да-да, понятно Дили нашла маму Страусенка Так что все хорошо Пап, мам А когда я была в яйце Вы его точность уже мне перепутали? Забизу! Зайцы не вылупляются из яиц И обезьяны Фух, это хорошо, это здорово Значит, я ваша! Кто живет в пещере? Однажды папа, мама и Забизу с друзьями пошли в поход Фух, сейчас палатку поставим, чайку вскипятим Чур мы с Лизой собираем хворост для костра А я, Чур, за водой Да, в этом лесу больше хвороста не осталось 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 Ох, смотри, пещера Тут кто-нибудь живет? Живет Ты большой? Большой Ты страшный? Страшный, а? Страшный Страшный Лиза, Забизу, вы чего? Там страшное чудовище! В пещере живет Хе-хе С точки зрения современной науки Чудовищ не бывает И в пещерах никто больше не живет Еще как живет! Ты бы тоже испугался! Да я сам кого хочешь напугаю! Показывайте, где ваше чудовище! А то мне еще за водой надо Спокойно! Работают профессионалы! Эй! Эй! А-а-а-а! Ты живешь в пещере? В пещере? В пещере! Сейчас я его напугаю! У него там большой котел Он нас в котел посадит И сварит А-а-а-а! А-а-а-а! А где хворост? Там, в пещере живет! Говорящее чудовище! Неизвестные науки! Весь хворост остался у него И котелок весь! Так, видимо, ужин отменяется Если оно говорящее Попробуйте поговорить с ним по-доброму Подберите нужные слова Отдай наш хворост! Пожалуйста! 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 Уважайте нашiyorsun! И котелок! Хорошо! Хорошо! А-а-а-а! А ты веселый?! Веселый?! Веселый! И смешной?! Смешной! С ним было так весело Мы играли И он иногда разговаривал с нами А вы знаете, что он еще и петь может? Кто? Ну тот, кто живет в пещере Ух ты! Кто это поет? Когда вокруг скалы Звук отскакивает от них, как мячик Поэтому мы слышим повторение наших слов Это просто эхо! В этот день Забизу поняла Что при желании можно подружиться с кем угодно Даже с эхом Главное, подобрать нужные слова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok